Здравствуйте! В эфире программа «День республики» в студии Айна Басхаева и в начале коротко о главном. В Калмыкии проходит «Неделя учителя». Какие мероприятия запланированы, расскажем в этом выпуске. Работа в усиленном режиме, как устраняли последствия аварии на водоводе. И успехи калмыцких спортсменов в Элисте завершилось открытое первенство по футболу. На прошлой неделе листинцы остались без воды из-за аварии на водоводе. Практически все детские сады не работали, а в школах вели сокращенные уроки. К социальным объектам и многоквартирным домам был организован подвоз воды. Тем временем в круглосуточном режиме над устранением последствий аварии работали бригады специалистов. Без сна, отдыха и невзирая на погодные условия, рабочие делали все возможное, чтобы восстановить водоснабжение в столице. Подробнее в следующем сюжете. Профилактические работы по подготовке объектов водоснабжения к осенне-зимнему периоду специалисты провели согласно графика в течение двух дней. Вода начала поступать в дома элистинцев. Однако этой же ночью на водоводе Верхней Яшкуле-Листа произошла крупная авария, которая в свою очередь спровоцировала завоздушивание практически всех водопроводных линий города. На устранение аварии были брошены все силы предприятия. Слесарь, сварщики, водители в круглосуточном режиме делали все возможное, чтобы вода как можно скорее начала поступать в дома и квартиры горожан. Стараемся что-то сделать со своими силами ночью и зимой, летом, дождь, без разницы. Мы постоянно выезжаем, как бы этого не хотели, чтобы у людей вода была. Вышедший из строя объект эксплуатируется с 1984 года и требует полной реконструкции, пояснили представители водоканала. Из-за веткости труб начались прорывы. После остановки вода пошла на город. Такие ремонтные работы производились без остановки воды, под набором воды. Вода на город подавалась в полном объеме, но в связи с тем, что многие частные секторы, спальные районы начали производить отбор воды, для своих личных нужд, давление немного падало, но вода шла, работа производилась. Спасибо руководству водоканала, потому что все эти дни, рабочие моменты, у нас своя столовая, горячая пища подавалась, подвоз, питание. Ребята довольны этим. Правительство, главе республики, что на данный момент оказывает внимание, буква листа водоканала, и, ну как так сказать, движение пошло, работы пошли. Как отметил директор листа водоканала Владимир Леджигаряев, основная наша проблема – изношенные сети, по которым вода доставляется в город. Для замены наиболее ветхих потребуется более 2 миллиардов рублей. Без помощи федерального центра выполнить такие работы за счет тарифа на водоснабжение невозможно. Проблема водоснабжения Калмыкии находится на особом контроле региональных властей. В настоящее время разработана проектно-сметная документация по реконструкции водозаборов и водоводов в рамках федеральной программы «Чистая вода». Наталья Доржиева, Чарубушаев, информационная программа «День республики». Глава Калмыкии Батухасиков поблагодарил сотрудников «Элиста-водоканал» за своевременную ликвидацию аварии на водоводе Верхний Яшкуль-Элиста. Также он сообщил, что сейчас разрабатывается стратегическое решение проблемы и уже разработана проектно-сметная документация на реконструкцию объектов водоснабжения «Элисты», в том числе на реконструкцию 66 километров магистральных водоводов. На эти работы потребуется около 3 миллиардов рублей. До середины 2022 года также планируется разработать ПСД на строительство станции водоподготовки, чтобы обеспечить жителей города питьевой водой. Другим темам указом президента страны Владимира Путина, учителю истории и общества знания Листинского лицея Светлане Шевеновой, присвоено звание «Народный учитель России». Это самое высокое звание для представителей благородной профессии. За всю историю награды удостоены 85 педагогов. Последний раз в Калмыкии народным учителем СССР в 1984 году стала Раиса Шарапова. Педагогический стаж Светланы Шевеновой насчитывает более полувека. После окончания Волгоградского государственного педагогического университета в разные годы она работала учителем, завучем, исполняла обязанности директора. Поздравлять не только те, которые знают, которые учились, которые учили своих детей, а поздравляют просто обыкновенные рядовые граждане. И они радуются, что труд учительства так высоко оценен. Поэтому, конечно, радость не только моя, радость и учеников, и учителей, и коллег. Более 30 лет Светлана Шевенова работает в Листинском лицее. За это время она подготовила несколько десятков победителей и призеров Всероссийских олимпиад по праву и обществознанию. Сегодня учителя чествовали в родном учебном заведении. Вы знаете, очень коммуникабельный, очень добрый, очень такой требовательный человек. Поэтому, конечно, вот все ее такие педагогические качества позволили ей стать народной. На самом деле Светлана Ивановна отличается конкретно своей методикой обучения. Нам очень нравится, что она создает собственные методички. Нам намного легче учиться по ее учебникам, нежели по учебникам обычных школ. Это просто уникально. Я училась ранее в обычной средней школе, и такого не было. Перейдя в лицей, мне стало намного легче обучаться. Калмыкия присоединилась ко всероссийской акции «Неделя учителя». Она проходит впервые по всей стране с 4 по 10 октября. Все мероприятия приурочены к празднованию Дня учителя, который отмечается в России ежегодно 5 октября. По словам министра образования и науки Республики Роднебаринова, главная цель акции – повысить престиж педагогических профессий и поблагодарить учителей за верность профессиональному долгу и преданность делу. В течение недели на экранах общественного транспорта будут показаны сюжеты о талантливых педагогах Республики, а также прозвучат видео поздравления с профессиональным праздником. Запланированы на эту неделю флешмобы, акции и диалоги об образовании и педагогике. Мы запланировали в Республике Калмыкия также свои акции по проведению учительской недели. Это такие акции, как проведение флешмоба «Моему учителю посвящается». Мероприятие в рамках, опять же, флешмоба «Мой первый учитель». Также запланировано проведение круглого стола по теме наставничества. А также будет акция «Поздравь учителя», где каждый желающий может выразить свои слова благодарности своим первым учителям, используя социальные сети, в сети интернет, с проставлением хэштегов, для того, чтобы это все распространялось в сети интернет. И в рамках брифинга профильный министр рассказал о социальной поддержке педагогов и учащихся школ Республики. Бату Сергеевич Хасиков подписал 1 октября указ, который гласит о том, что увеличены премии главы Республики Калмыкия. 10 лучших педагогов Республики Калмыкия получат премию главы Республики в размере 100 тысяч рублей. Раньше хочу отметить, что эта выплата была 40 тысяч рублей. То есть она повышается в 2,5 раза. Это тоже является хорошим мотивационным инструментом, поднимающим престиж в педагогической профессии. Второй указ, который Бату Сергеевич подписал, это повышение премии главы Республики Калмыкия нашим детям. 17 тысяч рублей, эта премия увеличена до 20 тысяч рублей. И 20 лучших учеников, которые отличились в рамках высоких своих результатов и достижений в учебе, будут получать единовременную премию главы Республики Калмыкия в размере 20 тысяч рублей. И уже сегодня в Элисте прошла акция «Спасибо учителям!» Получить специальную открытку и написать пожелание для любимого учителя, выразить благодарность и свое уважение могли все желающие. Организатором выступил Республиканский центр молодежи. Подобного рода акции проходят ежегодно. Республиканский центр молодежи реализовывает данную акцию. И помимо этой акции на протяжении всей недели проходят мероприятия, приуроченные ко дню учителя. Помимо акции «Спасибо учителям!» будет проходить на платформе социальной сети Instagram онлайн-флешмоб, где каждый желающий может записать видеозапись и отправить на свою страницу с хэштегом «Лучшему учителю». Не остались в стороне работники Листинского педагогического колледжа, которые не первый год поздравляют учителей, собирая для них искренние поздравления от горожан. Проходят ежегодно эта акция. Вот в этом году мы ее приурочили именно к дню учителя, который будем завтра отмечать. А сегодня мы собираем подписи у горожан. И хотим завтра как раз на наших сайтах, на страничках выложить эту информацию, чтобы каждый учитель мог увидеть свое имя, своих благодарных учеников вспомнить. У нас работают волонтеры. Вот ребята, 20 человек волонтеров, которые подходят к разным людям здесь на площади. Это и гости нашего города, и республики. Акция проходит очень дружно, весело. Здесь люди, в общем-то, все охотно откликаются на просьбу. Поэтому атмосфера очень теплая и доброжелательная. А в поселке Цаганусун Яшкутского района появился Парк Победы. Благодаря реализации региональной программы, инициативное бюджетирование и участию администрации СМО в конкурсном отборе социально значимых проектов благоустроена общественная территория. На объекте уложена плитка, установлены тренажеры и ограждения. В память о земляках, воевавших в годы Великой Отечественной войны, сооружены мемориал и мемориальные стенды. В эти дни завершены работы по проведению освещения и установке фонарных столбов. В будущем планируется озеленение парка, установка детской игровой площадки, чтобы и маленькие жители поселка тоже могли проводить свой достук. Свой вклад в благоустройство внесли и местные фермеры. Теперь парк стал достопримечательностью поселка и местом отдыха жителей. И о спорте. В Элисте прошло открытое первенство Калмыкии по футболу среди детей 2009 года рождения и младше. Отмечу, этот турнир стал последним в рамках реализации проекта «Бумба. Футбольная страна» по линии фонда президентских крантов. В дивизионе 2009-2010 годов рождения по системе 9 на 9 было заявлено 8 команд, среди которых гости из дивного Ставропольского края. Стоит отметить, это единственная команда, в составе которой играла девушка. Ребята практически сразу с дороги вышли на поле и как результат третье место в первенстве. В серии пенальти гости обыграли ребят из Урала на 2010 года рождения. Первая игра немножко не сложилась, потому что ребята с дороги немного входили сначала в игру, поэтому так получилась такая немного нервная, тяжелая игра. Ну, 1-0, тем не менее. Дальше немножко мобилизировались, смогли наладить немного правильных слов и ребята поняли нас, услышали и показали, по нашему мнению, достойную игру. Неплохо выступили на данном турнире. В финальном матче сошлись две листинские команды – Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва и Уралан-2009. В упорной борьбе первое место и Кубок первенства завоевал Уралан. Единственный гол Тимира Яманова решил исход встречи. По итогам турнира мальчик был признан лучшим игроком первенства. Лучшим же вратарем стал Сергей Хусеев, лучшим защитником – Давид Амбуков, лучшим полузащитником – Кирилл Мотев, лучший нападающий – Михаил Бородин. По словам президента Калмыцкой футбольной лиги Аюки Хасикова, на реализацию проекта из фонда президентских грантов было выделено более полутора миллионов рублей. Было проведено еще четыре подобных турнира, в которых сотни детей из Калмыкии и соседних регионов приняли участие. Кроме того, ребята побывали в летнем тематическом лагере. Две смены ребята постигали мастерство футбола, узнавали подробнее о тонкостях игры и ее истории. В каждой возрастной группе приняло участие по восемь команд. В младших возрастных – 13-14 год, в каждой команде по 12 человек у нас заявлено было. А в возрастах 2009, 2011 и 2012 у них по 15 человек в команде. В принципе, у нас такое достаточно масштабное мероприятие. Тем не менее, нам удалось разделить на разных полях, проводить. Поэтому соблюдение всех мер предосторожности. В выпуске новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР, на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Ростелекома и на официальном аккаунте в инстаграма reacalm.rom. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин